Доброе утро, друзья! Настроение прекрасно, поэтому разгадываем очередную кулинарную тайну. И знаете, чему она посвящена? Французскому багету, ну, точнее, чесночному хлебу. С чем его едят, кто он такой, почему он так называется, непонятно. Давайте раскроем эту загадку именно сегодня утром. Я думаю, что для завтрака эта тема подходит вполне. Смотрите, багет, ну, булка, я разрезаю напополам. А почему он называется чесночным? Да потому что там есть чеснок в том, чем намазывается этот хлеб. Открою тайну сразу, не буду долго вас мучить. Смотрите, теперь нам необходимо сделать ту самую помазушку, которая делает из обычного хлеба настоящий чесночный. Масло у меня достаточно сильно подтаяло, я намеренно достал его из холодильника пораньше, для того только, чтобы сама масса чесночная была достаточно мягкой. Вот такая консистенция масла нас вполне удовлетворит. Теперь сюда мы обязаны раздавить как можно больше чеснока. Хлеб называется чесночным, я вот взял три зубчика, и то это не предел, я точно не знаю, хватит ли этого. Вполне может быть, что придется еще добавлять. Так, хорошо. Ну ладно, давайте остановимся. Дело в том, что все-таки завтрак и всем в общественный транспорт возможный, по крайней мере точно в офис или на работу. Поэтому ограничимся этим количеством. Посмотрим. Да, нормально. И двинем далее. Теперь здесь необходима еще и соль, потому что чем солонее хлеб, тем он, разумеется, эффективнее, интереснее. А, кстати, есть еще одна вот такая загвоздка, с чем подавать чесночный хлеб. Вы знаете, с чем он обычно поедается? Правильно, совсем подряд. Правда, честное слово. Можно с бульоном, можно с курицей, можно просто с огурцом, как в нашем варианте, потому что все-таки лето, никакая калорийная пища просто в горло не лезет. Поэтому давайте ограничимся тем, что видим и чувствуем прямо сейчас. Вот, посмотрите. Вообще, конечно, можно и в блендере, но, если честно, я не очень доверяю шумной электронной технике, поэтому все пытаюсь смешать вручную. На всякий случай добавлю еще соли, потому что здесь есть такая фишка. Я соль, на самом деле, не очень люблю и фактически уже перестал солить блюда, которые готовлю дома и ем сам. Но, между тем, кто откажется от соленого хлебца? Знаете, такой вот почти сухарик получается, когда, да? Очень интересно, очень элегантно и очень-очень по вкусу. Так, знаете, вот прям свежо и приятно вкусно. Поэтому никто не отменял эту самую соль, тем более вкупе с таким замечательным блюдом, как чесночный хлеб. И соль здесь действительно нужна, это требует рецепт, собственно, чесночного хлеба. Ну, знаете как, вот смотрите, есть еще один вариант, который я сейчас пока намеренно делаю без этого ингредиента. Две, скажем так, две багетины сделаю без него. Есть вариант еще с зеленью. То есть вот сюда необходимо добавить еще и зелень. Я скажу для чего. Просто дело в том, что все это потом запекается для того, чтобы внутрь как следует протекло масло, чтобы насытить все вкусом чеснока. Но не факт, что в это время зелень не почернеет. Поэтому я всего лишь два кусочка хлеба оставлю для того, чтобы зелень применить. Еще раз все это размешиваем и два оставшихся куска. То есть вы можете сделать свой вариант. Ну, единственное, что зелень приветствуется все-таки чеснок, укроп, и вряд ли сюда подойдет петрушка, потому что она действительно может все испортить. Так, ну, и здесь уже, посмотрите, повеселее по цвету, но между тем пока еще не знаем, как поведет себя вот этот чесночный хлеб с зеленью. Ага, у меня может не влезть? Нет, влезет. Последний кусочек я его благословенно, благословенно сюда вот так вот смазываю чесночным теперь уже маслом. Слой у меня получился достаточно такой серьезный. А представьте, все это растает и протечет. Все, теперь наша задача поставить все это в духовку, ну, сколько? Ну, 200 градусов, 2 минуты, чтобы все протаяло, а потом будем пробовать. Поехали. И, кстати, я надеюсь, вы понимаете, что это должен быть не сухарь, а именно хлеб. Если он совсем до конца не протек, я имею в виду масло, ничего в этом страшного. И если он остался именно хлебом, мягким хлебом, это даже очень хорошо. Вот в таком виде. Так, я мечтал еще сверху вот так огурец положить. Ну, собственно, и все. Здесь уже можно пробовать. Единственное, чего я вам пожелаю, друзья мои, разумеется, приятного аппетита. И давайте попробуем. Ужасно интересно. Друзья, чесночный хлеб можно кушать совсем с чем угодно. Кстати, это и самостоятельное блюдо замечательно. С вами все это время был Сейвамокин. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...